А что все-таки имеет большее значение? Политика государства, позиции государства или те культурные, традиционные модели семьи и родительства, которые характерны для того или иного общества? Шведские мужчины, больше всех по сравнению с другими странами Европы, используют свое право на отпуск по уходу за ребенком. Если мы посмотрим на политику отцовства, на те целенаправленные меры государства, которые были ориентированы на максимальное включение отцов в заботу и уходу за ребенком, то мы увидим такую историю успеха. Поскольку с начала 80-х годов, когда стал водиться отпуск по уходу за детьми, не очень большое количество шведских мужчин им пользовалось. Через некое удовольствие, через некую возможность провести еще два дня на рыбалке, а также прибавить несколько дней к своему отпуску, государство пыталось стимулировать мужчин пользоваться этим правом. Но потом стало понятно, что это не совсем работает. И тогда формат отпуска был несколько переструктурирован. Родительский отпуск стал делиться на три части. Первая часть, так называемая, квота для отцов 60 дней. Вторая, так называемая, квота для матерей 60 дней. И третья, это смешанные квоты. Что это значит? Что вот эти 60 дней может использовать по квоте только отец. Он не может передать матери. И, соответственно, если он не пользуется этим правом, то семья теряет как пособие, так и эти дни. Что касается смешанной квоты, тогда родители уже решают, исходя из семейной ситуации, кто будет использовать это время по уходу за ребенком. И также второй важный момент связан с тем, что этот отпуск можно использовать не динаразовый. Можно разбивать и брать по несколько дней, по неделе и использовать до того момента, когда ребенок не достиг 8 лет. И за последние 10 лет мы, обращаясь к статистическим данным, можем увидеть, как действительно политика государства может влиять на изменение моделей родительства. В первую очередь модели отцовства. Поскольку по западным исследованиям шведских отцов, мужчины, которые заняты в государственном секторе, мужчины, которые заняты на крупных предприятиях, считают уже дурным тоном не брать и не использовать этот отпуск. Другой вариант, когда прагматичная политика государства также может решить ряд проблем, с которыми сталкиваются семьи в своей повседневной жизни, можем найти во Франции. Франция, в отличие от Швеции, относится к другой модели социальной политики. Проблемы гендерного равенства не декларируются в качестве таких приоритетных целей. Но в рамках семейной политики государство достаточно много делает для того, чтобы снизить экономические издержки от рождения и воспитания ребенка. Это выражается в таких мерах, как снижение налоговой ставки в зависимости от количества детей в семье, а также предоставление семьи некого ваучера или оплаты услуг няни для того, чтобы мать могла достаточно рано, еще до того момента, как она отправит ребенка в детский сад, вернуться на работу. Период активного материнства, который связан с уходом женщины с рынка труда и выполнениями функции заботы и уходы о ребенке, достаточно болезненно переживается экономикой. На это место нужно найти или нового работника, можно привлечь мигранта, но это может привести к таким другим отложенным социальным проблемам. Поэтому государство для того, чтобы не терять конкурентоспособных работников, предлагает такие вполне себе экономического рода поддержки семьям для того, чтобы матери не стояли перед жестким выбором между материнством и профессиональной деятельностью, а могли в лучшей степени находить для себя оптимальное сочетание своих профессиональных и семейных обязанностей. И в этом плане, если мы рассмотрим семейную политику современной России с ее акцентом на материальной поддержке, направленной на стимулирование рождаемости, мы можем сказать, что не произойдет такого позитивного эстационального принуждения. Материнский капитал, как бы оптимистично его не оценивали представители власти, не является действенной мерой, которая изменит модель репродуктивного поведения современных женщин. Политика отпуска в России выстроена таким образом, что может его брать только один из родителей, и можно его использовать или полностью, или если женщина выходит раньше, тогда она теряет неиспользованные месяцы. То если мы с вами подумаем и смоделируем идеальную ситуацию, которая будет заключаться в том, что достаточно много молодых женщин откликнется на этот демографический призыв российского государства, то получится, что от 4,5 до 9 лет женщина будет отсутствовать на рынке труда. Такое длительное отсутствие на рынке труда неприемлемо, поскольку они теряют свои конкурентные преимущества, и как профессионалы им все сложнее и сложнее с каждым разом будет возвращаться и конкурировать за те позиции, на которые они ориентированы. Провалы, которые существуют у нашей государственной семейной политики, выражающиеся в том, что не все проблемы родителей попадают в фокус рассмотрения государства, недостаточное материальное инфраструктура и обеспечение, забота о детях существует. Плюсом этого процесса является то, что в последнее время на волне вот этой активизации политики государства в отношении семьи мы видим, как увеличивается число всевозможных родительских организаций, неформальных, онлайн, родительских форумов и объединений. Родительство представляет собой, по сути, точку роста гражданского общества в современной России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова